Где лучшие тусовки? Где лучшие девчонки? Где люди живут равенством и свободой быть самим собой? Конечно же, в школе Monster High, единственной в своем роде. История кукольного бренда с девчулями и мальчишками-монстрами в самых трендовых образах с кучей деталей и со своей особенной историей насчитывает уже более 10 лет. Этот бренд буквально прошел через воду и медные трубы. То критика за чересчур недетскую тематику коллекции и нормализацию смерти, то чрезмерное упрощение кукол и их прикидов, что буквально привело бренд к упадку. И сегодня я предлагаю вам кратенько пробежаться по ключевым моментам этого бренда, посмотреть, чем живут монстры сейчас и что их ждет в ближайшем будущем, так что будет невероятно интересно. Надеюсь, вы уже присели поудобнее, взяли чаечек, налили вкусняшки и также не забыли проверить наличие подписки на этот канал и включенного колокольчика, так мы никогда с вами не потеряемся. Ну а меня, как всегда, зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Фата, что означает... Добро пожаловать на мой канал! Я довольно хорошо помню, как впервые увидел куклы Монстр Хай вживую. В моем детстве куклы были принцессами, феями, русалочками, в большинстве своем это были Барби, но в Monster High привнесли что-то новое в понимании долл-хобби и настолько массово показали, что куклы бывают разными, как и коллекции кукол. Каждая монстряшка была упакована в необычную коробку, где даже узоры на картоночке имели значение и отсылку к важным деталям характера персонажа. В наборе обязательно были аксессуары, зверушки, сумочки, у кукол яркий запоминающийся макияж, а платья были шиты из ткани, привет современной Барби. И имели дизайн круче, чем я себе в принципе когда-нибудь смогу позволить. Ну и цены таких кукол были соответствующие, хотелось, но кусалось. Сейчас конечно же я оглядываюсь назад и смеюсь над этими ценами, как их вообще можно было считать высокими, но это конечно же были совсем другие времена. Автором линейки этих кукол является Гаррет Сендер. Основой концепции Monster High послужила идея школы для детей популярных монстров и героев фильмов ужасов, с визуалом, вдохновленным модой эмо-культуры и готическим стилем, пик популярности которого пришелся на 2007 год. Сами образы героинь были некой осовремененной, кутюрной версией эмо в комбинации с набирающей тогда популярностью инста-стилистикой. Что на деле со временем и произошло с трешками того времени? В плане вы видели, что случилось с Брукли Бонс? Прототипом для линейки монстряшек на деле послужили куклы Майсин, которые в свое время были ответом Мотел на продукцию компании MJ под названием «Все вместе 3-4? Братс». В 2005 году продажи Братс составили 800 миллионов долларов, что значительно превысило результаты Барби в том же году. 445 миллионов долларов объема продаж. На самом деле история сложная и долгая, между компаниями до сих пор идут споры и даже судебные разбирательства, кому на деле должны принадлежать права на Братс. Но что случилось, то случилось, и по факту можно сказать, что благодаря девчонкам со страстью к моде появились и свободные духом студенты школы монстров. Позже концепция наследников уже популярных героев отразилась в другом бренде Мотел Ever After High, который по подтвержденным слухам даже должен был существовать в одной вселенной с монстрами, но, к сожалению, виражки не дожили до наших дней. Назовите мне хоть одного человека, который в 2010-х ни разу не слышал про Монстр Хай. Любить и собирать коллекцию в монстрях было буквально трендом, а в подписках у каждого долика можно было найти Наташу Берсик. Ну и, пожалуй, сходки Монстр Хай навсегда останутся в нашей памяти. Rest in peace. Я все еще не понимаю, в какой момент монстры свернули не туда, и у создателей появилось серьезное намерение поменять что-то в линейке. Я помню, какими бешеными количествами монстры продавались в магазинах. Я помню, насколько активно ребята между собой продавали и перекупали уже б.у. кукол, чтобы пополнить коллекцию той самой желанной куклой. Вообще, стоит не забывать, что МХа — это не только куклы, но и мультсериал, состоящий из множества эпизодов. И если мультсериал именно рисованный, то полнометражки были сделаны в 3D, что всегда вызывало вопрос. Почему производители так любят 3D-шные полнометражки? Все было отлично, но это не могло продолжаться вечно. Наступил ребут. Да, ребут, как и кризис, грохнул незаметно. Но почему же на самом деле это произошло? Считается, что во всем виноваты родители детишек, которые выпрашивали купить куклу-монстрях. Им показалось, что такие куклы не подходят для детской игры, они страшны, не пугают и еще являются неудачным образцом для подражания. Слишком тощие, слишком короткие юбки, слишком яркий макияж, слишком высокие каблуки. Но и тема смерти уж совсем не по-детски бьет по неокрепшей психике. На день рождения маленькие девочки теперь заказывают гробики с розовой обивкой. Производитель кукол уверяет, без такого аксессуара игра не в радость. Но это была не единственная причина таких глобальных изменений. Производство кукол ближе к середине 2010-х начало заметно дорожать. Тут еще сказалось и потеря лицензии на выпуск куклы принцесс Диснея Мотел, которая на данный момент к нему же вернулась. Это привело к тому, что тех классных детализированных монстрях с большим количеством точек артикуляции и интересными проработанными образами стало создавать просто невыгодно. А если продолжить выпускать их такими же, цены были бы просто нереально высокими. Позволить себе смогли бы только коллекционеры, мамочки на такое тратиться вряд ли бы стали. Так и наступила эпоха экономии, и на свет появились такие коллекции, как Первый день в школе, Добро пожаловать в Монстр Хай, Чирлидеры и Эмоджи. И казалось, что надежды уже нет, и Монстр Хай превратился в еще одну коллекцию куколок для малышей, но случилось чудо. Мотел решилась на выпуск коллекции с Коллектор, линейки кукол на телах и молдах Монстр Хай, но с образами популярных персонажей из фильмов ужасов и фэнтези. Сияние, Оно, Битл Джуз, Гремлины, все герои узнаваемые, образы качественно проработаны, а от макияжа и деталей голова идет кругом, но мне не зашло. Несмотря на классное качество кукол, это, во-первых, выглядело как официальный выпуск фанатских ОАКов, и мне было очень не по себе, что компания, по сути, занимается работой фанатов. Пожалуйста, не отбирайте у фанатов их деятельность, это странно. Во-вторых, я бы все же предпочла увидеть оригинальных персонажей бренда, чем кукольный релиз посторонних картин. Ну что же делать? Народ требует монстря. Фанатов было не преубедить, и чтобы порадовать давних почитателей МХ, Маттел все-таки решился на это. В 2022 году была анонсирована целая линейка лимиток, эксклюзивок, коллекционных экземпляров, называйте как угодно, но это именно те классные девчули в том понимании Монстр Хай, в которых мы так их любим. Встречайте, Монстр Хай Хаут Кутюр. Триумфальное возвращение легендарной троицы в кошмарно-люксовых образах с миллионом отсылок к первым выпускам, со значимыми деталями, в долгожданных коробочках-гробиках. Да, пожалуй, это стоило того, чтобы долго ждать. Блин, такие хорошенькие, такие меленькие, блин, ну тю-тю, я бы их... Цена, конечно, кусается еще хлеще, чем раньше, 75 долларов. Объективно, не прям ужас, но с учетом актуального курса доллара, девочки, я худею. В прямом смысле. Но сильно переживать не стоит, потому что нам обещали и новые, более бюджетные коллекции, и при выпуске старых. А там и куклы по 25-50 долларов, как в старые добрые времена. Меня, кстати, интригует сет Франки и Дьюса. Ребята, там такая история закручивается, похлеще вашей всякой эйфории. Лица, кстати, изменили, но сделали их чем-то средним между ребутом и первичным образом. Лично мне нравятся эти лица, даже больше, чем в самых первых выпусках. Скажите в комментариях, какой вариант нравится больше всего вам, потому что я видела, что мнения очень сильно разнятся. Кроме того, Мателл решил, что и Monster High пора оживлять. Вслед за многими другими брендами, которые уже успели пережить лайв-экшены, компания совместно с Nickelodeon начала работу над мюзиклом живыми актерами под названием Monster High The Movie. Главной роли исполнят Сессия Балаготт Фрэнки, Найя Дамасен Ула и Майя Харрис Клодин. Вот еще ребята из уже официально объявленного каста, можете оценить и рассказать в комментариях, согласны ли вы с таким подбором. Но вообще меня приятно удивил актерский состав. На роль подростков-студентов взяли молодых актеров и актрис с приятной такой диснеевской внешностью, но с определенными запоминающимися особенностями и разных национальностей. И это совершенно точно сделает картину интересной, как минимум с визуальной точки зрения, но и не только. Но и тут не обошлось без скандала. Фанаты посчитали, что на роль Клодин была выбрана самая светлая по тону кожи актриса из тех, кто проходил кастинг. И в этом проблема. Ну что, готовы увидеть, как будут выглядеть живые мастряшки в фильме? Эмм, ну, что я могу сказать? В наше время, когда косплееры воссоздают образы из мультфильмов на высочайшем уровне, не имея профессионального образования, когда бьюти-блогеры делают нереально крутые стилизации под персонажей, которые выглядят ярко и узнаваемо, но не чересчур карикатурно, видят такой слабенький вариант для официальной лайф-экшн-картины огромного мирового бренда, ну как-то кринжи. И это причина того, почему, возможно, тот вариант лайф-адаптации, который мы получили для Винкс от Нетфликса, не такой уж и плохой. Пожалуй, больше всего вызывают вопросы именно макияжи. Такое я вполне могу представить на детских спектаклях, и если у них реально была цель сделать видеотеатр для малышей, ну, ок. Но ценность монстряк была в их убийственном стиле, который при экранизации убил окончательно, и в плохом смысле. В любом случае, ждем трейлера, посмотрим, что у них там получилось. А пока я монтировала это видео, успел выйти малюсенький тизер этого фильма-мюзикла, и, знаете, я начала четко ощущать какой-то вайб наследников. Трилогии Диснея о детях сказочных героев. Видимо, Матео решил по полной отыграться за захват идеи Ever After High. Как по мне, ведьмовская тема с заклинаниями и волшебными котлами не слишком хорошо пишется с темой монстров. Но я не так хорошо шарю во франшизе, так что скорее склонна послушать, что вы скажете по поводу этого тизера. Что ж, Монстр Хай остается интересным кукольным брендом, который еще может удивить, и чье будущее кажется многообещающим. Пишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам бренд Монстр Хай, есть ли у вас такие куклы, да и, в принципе, давайте обсуждать все то, о чем успели поговорить сегодня. Напоминаю, что можно оставить лайк или дизлайк под этим видео, на мой канал подписаться, оставляясь другими интереснейшими видео с моего канала, которые я подобрала специально для тебя. Желаю ужасно прекрасного дня, и до скорого! Спасибо! 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 Спасибо!